Лечить скрипучую лестницу и накладывать новую штукатурку в здании поликлиники села Зональное уже бесполезно. Это не поможет. Все скрипит, все валится, все рушится, сзади рушится, все. Пора строить новое. Еще в 2013 году первое построенное в Зональном районе многоэтажное здание признали аварийным. Даже капитальный ремонт, которого здесь ни разу не было за все 90 лет, ситуацию не спасет. Уйдет разрушение, постоянное разрушение фундамента идет. Там трещина уже фундамента, это начало. Масса предписаний о том, что нужно изменить то, изменить это. Но для этого нужно изменить конструктив здания. Начнем с той же самой лестницы, которая является частью конструктива. Это лестница на второй этаж. Площади кабинетов врачей, кабинетов специалистов, они не соответствуют необходимым площадям по СанПИДам. Двухэтажное здание однозначно снесут, но прежде возведут новое, которое будет отвечать всем современным требованиям. Планируется, что стройка развернется на территории существующего больничного городка, где есть коммуникации и создана вся необходимая инфраструктура. Это у нас краевое учреждение, но вопрос общий и работа она будет общая. То есть понятно, что заказчикам работ, что деньги краевые, что это будет Минздрав. Но наша реальная практическая помощь и участие в этой работе, оно тоже будет абсолютно необходимо. Это вот в основном на первом этапе. То есть не только контроль, реальная работа. Несколько лет назад надежда на строительство новой поликлиники уже была. Возвести здание хотели в рамках краевой программы 80 на 80. Однако позже объекты списка исключили. Но в районе руки не опустили и продолжили добиваться своего. В этом году при поддержке краевых властей и депутата Государственной думы Александра Прокопьева удалось реально продвинуться. Процесс запущен и мы нашли понимание в Минздраве Алтайского края и непосредственно у губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. И теперь главное объединить усилия. Сегодня мы посовещались, каким образом будем действовать дальше. И то, что называется жить этой стройкой от первого колышка до ее финального завершения, до его открытия. Уже выделены деньги на составление проектно-сметной документации. Эта работа начнется в 2021 году. При этом нужно понимать, что расчеты, экспертиза проекта, определение подрядчика потребует немало времени. Где-то к маю-июню у нас определится проектная организация. И к концу 2022 года мы планируем получить уже готовый проект с положительным заключением государственной экспертизы. Чтобы в 2023 году отыграться на подрядные работы и начать строительство. А между тем, оздоровление медицинских учреждений в Зональном районе уже идет. Недавно после капитального ремонта открыли детскую поликлинику. Здесь заменили коммуникации, установили пластиковые окна, появилась новая мебель и медицинское оборудование. Работы проводились в рамках национального проекта здравоохранения. Как вам? Здравствуйте. В такой атмосфере работается? Приятно, конечно. Ну да. Здесь прям классно сделали ремонт, прям очень здорово. Деткам нравится, и нам. Представление о медицине в Зональном районе меняется. В этом году почти на 16 миллионов рублей отремонтируют терапевтическое отделение больницы. Закупят новое диагностическое оборудование. И сейчас появилась не надежда, а уверенность в том, что и поликлиника действительно будет построена. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.